добрый день дорогие друзья я рад вас приветствовать на нашем предпраздничном вебинаре как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсик в чат если слышите меня хорошо да видно меня не должно быть должно быть только слышно ну что ж друзья мы сегодня проводим вебинар спикером которого является виталий цедельный и который посвящен инструментарию дистанционного преподавателя название вебинара вы видите сейчас на своем экране а я как всегда перед началом вебинара займу несколько минут самом начале нашего чата размещены четыре полезные ссылки 1 из них ведет на наш главный сайт на наше на нашу главную страницу сайта где расположена расписание вебинаров на все оставшееся время на май и июнь месяц до конца нашего учебного года и на каждый из этих вебинаров вы можете зарегистрироваться прямо сейчас если вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютьюбе на который я вам рекомендую подписаться а и запись этого вебинара появится на нашем канале надеюсь уже сегодня вечером а вообще у нас на канале более четырехсот семидесяти записей наших вебинаров которые прошли в директ академии третья ссылка ведет на страницу онлайн курсов и там предложение 11 курсов которые директ академия может провести для вас в настоящий момент идет курс марины орешко и второй курс курс наталья логачевой должен начаться 21 мая уже совсем скоро так что если кто-то хочет курс называется технология успешной диссертации если не изменяет память и он уже начнется совсем скоро так что можете кто хочет может принять участие наконец последняя ссылка четвертая ведет на страницу выдачи сертификатов на которые вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия хотел бы также отметить что на во вкладке вопросы размещена информация о трех ближайших наших вебинарах которые состоятся уже после после вторых майских праздников после дня победы 13 мая в 12 часов это понедельник будет мой вебинар который будет называться качество учебного контента технический вопрос или повод для новой войны в во вторник 14 мая анна иванова редактор компания директ медиа издательство директ медиа выпускающий редактор проведет вебинар коллекции директ медиа все что вы искали вебинар для библиотеков библиотек и вузов ну и наконец 15 мая в 12 часов константин николаевич костюк генеральный директор компании директ медиа проведет свой вебинар книга обеспеченность как параметр российской университетской библиотечной системы бс и обиск как наладить взаимодействие вот собственно и все что я хотел вам рассказать перед тем как передать слово виталию а теперь я передаю ему слово для ведения сегодняшнего мероприятия я ли прошу на стрессе привет привет дорогие друзья сейчас я спрошу как меня слышно поставьте плюсики слышно ли меня хорошо все я очень рад вас видеть на сегодняшнем предпраздничном мероприятии поэтому поздравляю всех с наступающим днем победы вот и надеюсь сегодня каждый сделает победу над собой откроет что-то новое на нашем сегодняшнем мероприятии в двух словах о себе то есть я математик занимаюсь преподаванием математики и информатики в режиме реального времени то есть дистанционное образование я разделяю на оффлайн и онлайн формат оффлайн это когда мы формируем и создаем какие-то курсы потом по курсам проходят обучение наши слушатели вот и где-то мы встречаемся в аудитории и обсуждаем то что мы прошли что усвоили и онлайн формат это когда преподаватель в режиме реального времени так как мы сегодня с вами встретились рассказывает слушателям узнает у слушателей что им непонятно и в зависимости от того что необходимо узнать обучаемым выстраивать дальнейшую траекторию обучения и так основной акцент я делаю на том чтобы приблизить а дистанционные занятия к формату очна чтобы не было граница между преподавателем и обучаемым и обучаемым мог обратиться в тот момент когда необходимо мы позиционируем современное обучение и мало кто задумывается о том что современные технологии можно использовать на всю катушку то есть бывает часто не надо слушателю в течение часа объяснять обучаемому необходимую помощь именно в тот момент когда он выполняет свои домашние задания и в этот момент как раз те технологии про которые я сегодня буду рассказывать могут помочь преподавать найти нужный ответ для своего обучаемого и так приступаем тогда поэтому первый вот слайд это цель сегодняшнего вебинара и вообще моей деятельности той деятельностью которой я занимаюсь то есть первое что я всегда делюсь теми технологиями которые я смог освоить технологии появляется на сегодняшний день но вот как грибы до дождевом лесу так после как грибы после дождя так так сегодня появляются инструменты которые действительно делают жизнь проще а то есть не не стоит бояться тех инструментов которые сегодня уже существует не надо тратить десятилетия не надо быть каким-то профессором в области компьютерных наук чтобы они вам помогали вы наверно наблюдаете по детям как они сейчас а с которые им интересны и вот если немножечко помечтать и представить что такие же инструменты будут сопровождать преподавателя в процессе проведения какого-то занятия и преподаватель не надо будет тратить время на однотипное выполнение каких-то действий а эти действия будет подмечать компьютер к примеру вам всем приходится повторять обучаемым это основной элемент для достижения каких-то педагогических успехов а основной элемент это повторение вот этот основной элемент я перекладываю на компьютер и все остальные процессы которые может делать компьютер то есть выдавать генерировать тестовые задания автоматические проверять все это должен делать компьютер поэтому с вами бы сегодня пришли я надеюсь заинтересованные слушатели которые тоже владеют массой инструментов я бы хотел бы делиться и обмениваться такими инструментами поэтому если что то я сегодня не успею рассказать или у вас будет будут какие-то интересные мысли по поводу развития современных технологий то я всегда готов иду навстречу готов обсуждать и поэтому предлагаю делиться ссылками обмениваться и так далее ну поехали и так для того чтобы приблизить наше дистанционное занятие которое мы проводим в режиме онлайн а мы можем с обучаемым созвониться с помощью любого удобного мессенджера поэтому здесь я просто перечисляю те мессенджеры которые используют я конечно использую skype сегодня мы с вами встретились в вебинарной комнате но если что-то происходит со звуком как часто до бывает она звука нету кто-то говорит не будет у всех под рукой мобильный телефон на который легко установить любое приложение и с помощью этого приложения продолжить общение с обучаемым следующим основным элементом чтобы который необходим при проведении дистанционных занятий это является является возможность видеть экран обучаемого и это можно сделать просто расшарив экран в скайпе либо вайбере ну конечно лучше подключить какой-то удаленный помощник в виде тим югора а или я использую расширения chrome rdp для того чтобы помочь обучаемому на компьютере чтобы вы могли видеть что делает обучаемый ну естественно направить его в нужное русло чтобы он выполнял но это при проведении занятий по программированию без этого просто необходимо потому что здесь нужно отрабатывать определенные навыки и необходимо показывать обучаемому а он должен повторять определенные действия и тогда мы достигаем определенного эффекта который бы не смогли достичь если бы мы просто сидели и качали головой то есть при установлении удаленного помощника вы получаете уже ряд преимуществ которые даже которые которыми вы даже не могли обладать без компьютера какой-то аудитории то есть всегда необходимо друг с другом взаимодействие далее про ту функцию повторения которое я говорил до необходимо записывать занятия для записи занятия существует множество сервисов ваши ученики в большинстве случаев умеют записывать делать скринкасты экранов так как они очень сейчас любят играть в игру и они смотрят как другие играют в показывают и существует множество сервисов которые запускают эти игры автоматически но для тех у кого не получается установить какое-то приложение для записи или там заплатить за какое-то приложение которое позволяет записывать а позже редактировать видео уроки я рекомендую простой мобильный телефон то есть вы делаете запись какого-то урока вы всегда можете поставить на штате и сделать запись своего видео урока на телефон к примеру но я использую телефон у которого есть стилус и я могу сразу на телефоне сделать какое-то объяснение отправить сохранить этот скринкаст и отправить обучаемую то есть это возможность которая которая дает ряд преимуществ то есть бывает что ученику не необходимо в определенный момент просто дать подсказку и преподавателю уделить минуту свободного времени к примеру вечером когда он проверяет статистику о том как его обучаемым проходят проходят тестирование или выполняет какие-то определенные задания да почему многие ученики прекращают обучение потому что их в нужный момент не поддержали я надеюсь успею и в конце сегодняшнего вебинара покажу какие инструменты позволяют в режиме реального времени анализировать и выявлять интерес у обучаемых да но пока я продолжу тему сегодняшнего вебинара у инструмента который помогает дистанционному преподавателю так с помощью стилуса я сделал принт-скрин своего браузера несколько лет назад я увидел chromebook это такой ноутбук который выглядит как обычный но в нем установлен только браузер я сказал сразу мне попросили установить туда скайп я понял что никакой доступное приложение не устанавливается и порекомендовал как бы избавиться от этого ноутбука но прошло несколько лет и я понимаю что сегодня я пользуюсь только одним браузером то есть все свои вкладки заметки записки и инструменты я нашел и добавил в один браузер и поэтому когда у меня меняется ноутбук какое-то устройство ломается разбивается пропадает я могу с помощью своего аккаунта войти в браузер chrome и все мои приложения будут уже установлены и настроены так как я хочу то есть если раньше мне необходимо было для путешествий всегда возить с собой ноутбук то теперь я точно знаю что если я его не взял забыл я могу в любом месте войти в браузер chrome и все инструменты для проведения дистанционных занятий у меня будут уже настроены и под рукой но о том как на страдать делать подобную настройку это уже отдельная тема и ей можно посвятить несколько отдельных вебинаров но пока я сделаю несколько заметок то есть но видите я первое сделал тут мне идут цитаты это просто всплывающим окошки идут афоризм и так далее но подобным образом я делаю расширение для браузера и моим обучаемым поступает всплывающие окошки для того чтобы приходили напоминания о выполнении необходимых заданий потому что часто часто самая частая отговорка то есть почему не сделал задание это забыли вы прекрасно слышали всегда эту отговорку и чтобы не было этих отговорок да то есть нужно обучаемым показать какие сервисы какие есть напоминалки которые будут позволять позволять им не забывать выполнять домашние задания но позже мы с вами познакомимся с теми сервисами которые делают занятия интересными и больше акцент я делаю конечно не на таких напоминалках а делаю акцент на том чтобы занятия становились настолько интересными чтобы они забывали там где-то сыграть какую-то игру а приходили на занятия и часто я делаю и создаю ограничения по времени по времени чтобы они не перетрудились и сохранять дальнейший интерес до при выдаче этих заданий то есть когда задание доступно только в определенный момент и не знаю что если не успели зайти значит все эти интересные занимательные задачки по математике и им больше не достанутся им придется выполнять простые какие-то рутинные задачи которые выдают однотипные поэтому с помощью компьютерных технологий это можно делать то есть раньше вы не могли взять напечатать или издать учебник и в нём некоторые страницы сделать закрытыми да и еще раз ребята как бы стараются выполнять задание вовремя потому что им они выдаются только в определенный момент кто не успел тот опоздал ну хорошо дальше следующее расширение которое позволяет мне переводить англоязычные сервисы которые делают какие-то заметки потом потом есть различные сервисы которые позволяют анализировать различные учебные платформы одно расширение к примеру google класс позволяет любой найденный материал с помощью одного клика отправлять на нужный на нужный класс немножко такой оговорочка но нужный курс я бы сказал то есть когда у меня обучаемые разделены на группы а для некоторых индивидуальных не разработаны отдельные программы обучения то для них я сразу могу отправлять одним нажатием то есть раньше мне приходилось копировать информацию потом вставлять потом ссылаться вставлять на свой ресурс свой блок в какой-нибудь другой интерактивный сервер сервис а позже отправлять сейчас я могу сделать одним нажатием одним пушом и сразу это пошло моим обучаемым они увидели что-то интересное появилось в классе и поменялись этими ссылками между собой и все здорово дальше запись видео уроков то есть я делал акцент на том что нужно записывать видео уроки и к примеру чтобы освоить и пользоваться каким-то сервисом по записи видео уроков этого это необходимо установить программу посмотреть основные элементы научиться и пользоваться потом подумать как-то сохранить этот видео урок и опубликовать казалось бы это все автоматизировано но у некоторых преподавателей вызывает сложность поэтому я показываю что существует расширение и буквально у вас появляется одна кнопочка если вы что-то рассказываете и вы понимаете что это необходимо будет потом обучаемым рассказать вы нажимаете эту кнопочку запись урока пошла автоматически после занятия это запись автоматически сохранится автоматически опубликуется и будет доступна в виде прямой ссылки для скачивания в вашем обучаемом о том как эти группировать систематизировать видео уроки это уже отдельная тема потому что за годы преподавания в онлайне у меня на собиралось порядка трех тысяч видео уроков и вы можете увидеть на моем канале а да давайте я вам скину ссылочку посмотрите сколько видео уроков уже удалось записать и как конечно как потом пользоваться этими видео уроками это уже отдельная тема то есть мне всегда приходилось приходилось уделять очень много времени для того чтобы после рабочего дня или в конце рабочей недели все эти видео уроки собрать в одном месте пустить публикацию потом разместить по определенным плейлистам и отправлять ссылки обучаемым но на основе правил с помощью современных сервисов вы будете просто сохранять название видео урока а компьютер понимать автоматически по определенным словам из названия этого видео урока и сортировать группировать эти видео в нужной папочке я конечно не профессиональный видеоредактор и прекрасно понимаю что в интернете существуют миллионы видео уроков которые сделаны более эффективно более я бы сказал захватывающе и аналогичным образом я просто добавляю в плейлисты ссылки на эти видео уроки и моим обучаемым уже доступны те видеоролики которые по моему мнению могут помочь им освоить определенную дисциплину сделать занятие интересным и увлекательным ну последним вы видите здесь ссылочку на то что я могу делать на сайте и поэтому мне бы хотелось бы услышать вашу обратную связь угу поэтому кто пользуется браузером и устанавливает какие-то расширения поставьте плюсик и кто допустим об этом первый раз услышал что один браузер вы можете настроить как полноценную операционную систему и все инструменты эти могут быть и интегрированы в определенную систему здорово пользоваться пользуется все тогда мы с вами на одной волне находимся и я буду приступать к следующим инструментам и сервисам поэтому более подробно о том как записывать из браузера ну вот я сделал print screen о том как запускать запись то есть когда вы нажимаете эту кнопочку запись может пойти автоматически а если вы нажмете правую кнопочку вам высветятся определенные настройки вы можете указать ту область экраны которые хотите записать но обычно это интерактивная доска сейчас позже мы с вами найдем до интерактивной доски хотя почему нам позже идти вот у нас вебинар вот я сейчас пробую в режиме интерактивной доски что-то здесь сделать так и вы записываете именно эту интерактивную доску обычно я делаю таким образом чтобы половина экрана это были генерируемые задания а на второй половинке уже на интерактивной доске мы с обучаемым работаем над этой задачей то есть в идеале я хочу чтобы сразу в системе то есть вот я разрабатываю свой проект в котором преподавателю достаточно будет войти в систему и занятие будет стартовать автоматически она будет автоматически начинаться она будет автоматически записывать необходимые моменты то есть когда преподаватель говорит какое-то слово правило и на основе этих слов правил система срабатывает как ok google и начинает запись то есть когда преподаватель например говорит обратите внимание или когда преподаватель говорит запишите запомните и запись завершается при уже другой команде система будет адаптивной и каждый преподаватель может настроить ее автоматически под себя. Но пока это все в планах, за лето я надеюсь реализовать этот проект, и пока это все в планах, вам придется нажимать кнопочки. Поэтому для начала записи необходимо нажать одну кнопочку из расширения и после остановить эту запись. Все остальное делается автоматически. То есть я вам сказал, что важно сохранять название для того, чтобы происходила автоматическая группировка, классификация. Но по умолчанию они в видеоуроке сохраняются в виде порядка номеров, и тогда после занятия вы можете придумать им название. И они автоматически уже будут группироваться после вашего переименования. Итак, следующее это публикация видеороликов в интернете. Ну вот я скинул ссылочку на свой канал. Друзья, у кого есть свои каналы на YouTube, пожалуйста, поставьте плюсики, а лучше скиньте ссылки на свои каналы. Мы с вами обменяемся какими-нибудь видеороликами. Я не знаю, много ли сегодня собралось коллег, которые преподают математику и информатику. Поэтому, если есть ролики на другие, то мне бы хотелось бы в идеале разработать платформу, где мы смогли бы делиться своими видеороликами и, к примеру, вести обучаемых, формируя у них целостную картину и восприятие этого окружающего мира. Поэтому вижу, что поставили несколько человек плюсики. Но, а те, у кого нету видеороликов, и вы хотите завести свой канал на YouTube, но не знаете, как это сделать, тогда ставьте минусики. И я попробую вам тогда сделать акцент на том, как это сделать. Несколько человек не имеют. Сейчас я вам сделаю небольшое открытие. Хорошо, а из тех людей, кто не имеет своего канала, но у кого есть мобильный телефон на Android, поставьте плюсик. И сейчас, друзья, вас обрадуют тем, что, если у вас есть мобильный телефон на Android, вы наверняка устанавливали какие-нибудь приложения. Для этого у вас должен быть аккаунт Google. И аккаунт Google дает вам автоматически аккаунт на YouTube. Просто вы заходите на YouTube, нажимаете «Добавить видео». Он вам говорит, что поздравляю. Вас с первым входом на свой канал, и после вы можете уже добавлять туда видеоролики. Поэтому никакой сложности, никаких ограничений в том, чтобы ввести свой канал на YouTube, я не вижу. Почему это необходимо сделать? Даже если вы не будете записывать свои видеоролики, в YouTube масса сервисов, масса различных видеоуроков, которые вы можете добавлять в определенные плейлисты для скейк-обучаевых. И вы, как эксперты в своей области, вы преподаватели, профессионалы, вы должны работать в том формате, чтобы своим слушателям показывать, что необходимо смотреть. Я просто наблюдаю по детям. Они, если заходят в этот YouTube, и их не направить в нужное направление, все, они начинают смотреть какой-то дешевый контент, который не несет никаких ни образовательных, ни воспитательных, никаких других ценностей он не несет. А вы выбрали такую сложную, я бы сказал, нелегкую профессию, вы эксперты в своей области, вы можете отбирать тот контент, который помогал бы обучаям. И когда вы просто добавляете на плюсик добавить в плейлист, тогда этот плейлист будет воспроизводиться у ваших обучаевых. Тогда эти все видео уроки, которые вы для них подобрали, будут идти последовательно один за другим. Поэтому смотрите, ищите. И, к примеру, то есть я покажу, если вот по той ссылочке, на которую вы зашли, посмотрите, сколько у меня оформлено плейлистов. Поэтому я сохраню сюда все плейлисты. Вот эти мои плейлисты отсортированы. И после того, когда у меня записывается какой-то видеоролик, он автоматически попадает в нужный плейлист. И система у меня настолько автоматизирована, что у обучаемых, у моих студентов, слушателей, абитуриентов, школьников, с теми, с кем я работаю, у них есть у каждого индивидуальный плейлист. Я знаю их интересы, я знаю, чем они увлекаются. И благодаря этому я могу для них наполнять, добавлять те видео уроки, которые прошли. Либо в результате наших занятий, либо я нашел, и я сразу вспоминаю, ага, вот есть такой у меня ученик, он интересуется этими машинками. И я могу с... Или машинами большими уже. Ну, мальчик от мужчины отличается только игрушками. Вот, и я могу на основе его увлечений как-то связать с тем предметом, с той темой, которую мы сейчас проходим, и немножечко заинтересовать. Поэтому ищите, добавляйте, да, вот я, к примеру, отправил ссылочку о том, как у меня собраны и систематизированы порядка десятка тысяч различных видеороликов, то есть из которых 2500, а уже где-то 2600, это мои собственные записанные видеоролики. Поэтому, если у вас есть свои каналы, пожалуйста, делитесь сейчас со слушателями, не стесняйтесь, уже время не то, когда нужно стесняться, что будет что-то там еще не доделано. Наоборот, вы, когда поделитесь с вами, всегда поделятся секретом, как улучшить, как дополнить и так далее. И на моем канале работы еще очень много, то есть необходимо делать различные, делать из тех видеоуроков, которые опубликованы, многие видеоуроки нужно там поредактировать, то есть те паузы, которые я разрешаю выдерживать, обучаемым для того, чтобы наступило понимание материала, необходимо заменять элементами интерактивности. И то есть те видеоролики, которые вы создаете, их можно делать еще интерактивнее, чтобы, к примеру, если обучаемый выполнял задание, то воспроизведение видео начинается после того, когда он ввел правильный ответ. Ну, для этого у Гугла есть свое API, и те, кто заинтересуется подобным направлением и разработкой интерактивных видеоуроков, я приглашаю со мной связаться, потому что это будет основное направление на предстоящее ЕЛЕТО 2019. Да, тут такое мероприятие. Ну, а пока мы просто пользуемся статическими видео, которые обучаем, может воспроизводить. Но напоминаю, что наши ученики – это поколение, которое растет в компьютерных играх. То есть им вот этой интерактивности, которая доступна в виде видеороликов, им этого уже мало. Им нужно больше, им нужны какие-то бонусы, ачивки, баллы, чтобы это все сверкало там и так далее. То есть мы должны конкурировать уже с целой системой гейминдустрии, которая действительно, если войдет в процесс обрагнования, она просто его поменяет кардинально. И я считаю, что здесь никто даже не может предположить, как это будет. Ну, остается только... Значит, у меня, наконец, начинают поступать вопросы. Значит, у меня подборка плейлистов для того, чтобы я мог их интегрировать на своих различных образовательных сайтах. И уже когда я интегрирую эти плейлисты, то на любой странице, то есть, к примеру, у меня есть курсы для дистанционных преподавателей, и там, или курсы по определенным языкам программирования, и тогда эти плейлисты мне очень сильно помогают при разработке дистанционных курсов. То есть, когда я оформляю, что для этого вам необходимо, и уже дистанционные курсы у меня имеют подробное описание, что делать, какую последовательность действий выполнять, чтобы прокачать себя определенными навыками и умениями. То есть, самостоятельно слушателю очень сложно идти по Ютубу, потому что, ну, что он, посмотреть видеоролики. Смотреть этого очень мало. Надо что-то делать. Для того, чтобы он делал, и необходимо выдавать какие-то задания. То есть, а для этого необходимо создавать дистанционные курсы, которые тоже помогают автоматизировать деятельность онлайн-преподавателя. Раньше на занятия мне всегда приходилось брать учебник, то есть, простой учебник, отсканированный, и вырезать определенные задачки, вставлять на интерактивные доски и так далее. То есть, это уже делает все система, которая автоматически выдаёт задания, генерирует их из десятков тысяч преподавателей, только нужно выбирать. Поэтому Ютуб – это всего лишь капелька в море, которая помогает сделать наше занятие более интересным и увлекательным и так далее. То есть, я не знаю, как сегодняшняя аудитория относится к видеоурокам, потому что многие из профессоров мне говорят, что это всё не важно, главное, чтобы был чёткий текст, по учебнику тогда ты можешь взять. Я, конечно, согласен, что первоначальный текст. Но, когда на практике я начинаю давать, мы обучаем там эти хорошие учебники, к примеру, по математике есть хороший учебник, Калмажорова, советская программа, разработали они 50 лет назад, и чётко всё ты можешь освоить. Но современные школьники, их сложно удержать простым учебником, их надо тогда закрыть в какой-то комнате, оставить учебник и сказать, ну всё, пока, тогда он не будет. А тут, получается, наши вот все живут в мобильных телефонах, он может заиграться в какую-то игру, и если ему не придёт напоминалка какая-то, он может всё, несколько часов потерять. Поэтому, чтобы переключалось, то есть в YouTube можно сделать аналогичным образом публикацию видеоуроков, сделать какое-нибудь мероприятие, сделать анонс на это мероприятие, и тогда ваши ученики уже будут ждать этого мероприятия. А потом после этого видеоролика опубликовать ссылочку на курс, и уже в курсе уже будет не самостоятельная работа студента, а управляемая работа студентом, как вы запрограммируете и так далее. Итак, движемся ближе к теме, то есть если будут появляться вопросы, я с радостью буду на них отвечать в рамках сегодняшнего мероприятия, потому что мы же тоже с вами встретились в определённое время, для того, чтобы по взаимодействию. Иначе бы я мог просто записать видеоролики и их опубликовать на сегодняшнем занятии, вы бы все думали, что это вебинар. Но мы пришли, и сейчас живые люди, поэтому покажите тем, как вы можете взаимодействовать. И следующее, то есть, к примеру, проводить прямые трансляции, то есть можно с помощью своего канала, и, соответственно, каждый может запустить какую-то трансляцию. То есть, вот смотрите, даже тот вебинар, который сейчас проходит, я могу запустить лайвстрим, вебинар, да, и по определённой ссылочке, ну, я покажу, что один компьютер уже без проблем вебинар выдерживает открытый доступ, другие параметры. Запускаю. Так, секундочку, у меня просто несколько камер на компьютере, поэтому я делаю, запущу видео вебинар, а вы попробуйте тогда тоже зайти сейчас на главную страницу своего канала на YouTube и запустить прямую трансляцию. То есть, я бы хотел, чтобы у кого-то это получилось. Держите, вот. Если кто-то не знает, где расположена эта кнопочка, то я сразу скидываю, скидываю ссылочку, да. Здесь я делаю, к примеру, вебинар, делаю, к примеру, другие параметры. Так, так, раз, два, три, четыре, пять. А, у меня сейчас не получится запустить видео, потому что оно занято вебинарной комнатой, да. А вторая камера, к примеру, у меня есть, ну, там у меня сейчас ничего нету, да. Я поставлю просто на задний фон, делаю здесь точки с анонсом. Здесь будет вебинар, другие параметры. Делаем далее. Запустить прямой эфир. Напуск трансляции. Смотрите. И подобная трансляция создается, ну, автоматически. То есть, вы можете делать даже запись какого-то мероприятия в режиме реального времени. То есть, для своих пообучаемых, кто не успел там попасть к вам в аудиторию, где-то сидит или еще и подъезжает, да, для них запускается это мероприятие. Это мероприятие может быть доступно по ссылке. То есть, смотрите. Вот пример того, что я провожу сейчас. И сзади, вот моя камера, видите, по той ссылочке я в маршрут вам сзади рукой, но идет трансляция на YouTube. Аналогичным образом можно запустить трансляцию на трансляцию своего экрана и некоторую функцию, то есть, к примеру, на селекон Samsung, его можно ставить на штатив и в камере есть кнопочка, то есть, запустить публикацию на YouTube. И после у вас, если вы не успели нажать там, к примеру, запись, запись всего стриминга будет доступна. То есть, у меня часто надо где-то ставить камеры, стриминг идет по несколько суток, да, у кого-то это целыми неделями, если кто-то там ставит камеру на, как охранную систему, то есть, эти инструменты уже доступны у каждого. И никто, почему-то, их мало кто обсуждает в образовательной свете. Поэтому, я говорю, пользуйтесь. Ну что, удалось кому-нибудь посмотреть, как у меня задняя камера транслирует? Видно? Нет? Да, я вижу, несколько участников зашли по той ссылочке, да, ну, я тогда закрываю трансляцию, это я в качестве эксперимента в режиме реального времени вам продемонстрировал, что это все доступно и так далее. Поэтому, смотрите, ну, это буквально одним нажатием может каждый запустить свой лайвстриминг. для того, чтобы сделать себя качественно, конечно, нужно сделать дополнительную программку, я пользуюсь OBS Studio, в ней можно сделать несколько, выделить ту область экрана, которую ты будешь транслировать, сделать автоматический запуск по определенному времени, если это какое-то мероприятие, и на самом мероприятии тебе не надо будет тратить время, да, но эта программка запустит и запишет все, что вы говорите, делайте и так далее, да, то есть, для чего я показываю это? Для того, чтобы преподаватель во время своей работы делал акцент только на преподавании, а не сидел и ждал, как детям, подождите, сейчас я запущу здесь, подождите, сейчас я включу, то есть, он должен просто перед ними выступать, проводить и делать акцент на преподавании своей дисциплины, а компьютерные технологии должны срабатывать автоматически, либо по определенным правилам, либо по заранее запрограммированным командам, то есть, включаться, выключаться, публиковать и так далее, но это видео уроки, дальше, здесь я делаю ссылочку уже на удаленное управление, да, здесь как раз акцент сегодняшнего мероприятия, сегодняшнего нашего вебинара, который говорит, как успешно достигать, как достигать результатов, не только при, когда вы собрались со своими слушателями в аудитории, а как достигать в режиме онлайн, то есть, вы должны как-то помогать своему обучаемому, включать какие-то ролики и так далее, потому что я часто замечаю, что это у младшего возраста да, они умеют там играть что-то еще, а где-то нажать что-то прочитать они теряются, мониторы становятся с большим разрешением и информация на них помещается очень много и преподаватель он так же как управляет своим компьютером может все это запускать на экране обучаемого и когда обучаемый просто получает удовольствие и концентрирует свое внимание на том предмете которым вы будете заниматься не распыляется на то, чтобы не на как включить а вдруг я что-то сделаю не так все он у меня все ученики просто сидят и выполняют те задания которые не интересно интересны такие идут ссылки что вот я сказал что очень легко запускать трансляцию и кто-то мне прислал что уже не у всех удается запускать тысячи подписчиков необходимо иметь мне кажется это все глупое требование почему потому что я канал не делаю акцент на том что у меня массовый какой-то канал на котором вы можете он обучит миллионы пользователей я прекрасно понимаю чтобы достичь эффекта в образовании необходим какой-то всегда индивидуальный подход чтобы обучаемый чувствовал свою какую-то чувствовал всегда свои сильные стороны и я делаю акцент на эти стороны и у меня невозможно вот как можно тысячу подписчиков набрать простому преподаватель сделаем простой пример то есть максимум я могу за год помочь 15-20 ребятам больше я не могу по времени это при индивидуальных занятиях если я набираю курсы курсы то максимум у меня по 20-30 человек в нескольких 5 курсах то есть это максимум 150 человек то есть чтобы набрать аудиторию в несколько тысяч человек мне придется делать какие-то махинации связанные с тем чтобы делать этот контент какой-то неперсонализованным а этот контент делать уже массовым естественно тогда эффект будет не то а у нас сегодня мероприятие заключается в том что как сделать ваше занятие эффективными и результативными да но раз появляются такие требования то тогда вы запустите с компьютера и с мобильного устройства ну уже добро пожаловать когда у вас были тысячи подписчиков хотя для этих если youtube вводит такие ограничения значит можно пользоваться другими сервисами есть же другие сервисы которые позволяют проводить лайвстрим поэтому поисковые системы сейчас работают хорошо и о том как проводить лайвстрим это отдельная тема и с вашего позволения я перехожу далее далее у нас создание персонального сайта преподавателя напишите у кого есть свои сайты которые ведут свои какие-то странички или пользуются какими-то сервисами блоками блогами а лучше поделитесь ссылками у кого есть свои сайты так плюсики поставили здорово есть я узнаю знакомые ведутся сегодня знакомые имена поэтому ну хорошо есть у вас эти сайты а поделитесь ссылками чтобы мы сразу могли посмотреть обсудить друг другу дать какие-то рекомендации да то есть ну к примеру то есть у меня сайт который я посвятил дистанционным преподавателям и размещая различные сервисы но там очень много информации ее необходимо структурировать вот это дист.бай если у кого-то нету сайта пожалуйста я вам готов предоставить отдельную страницу отдельную платформу в которой вы будете вести вести свой блок добавлять туда свои ссылки о том что так вот здорово у Евгения Юрьевна у нее своя страничка на фейсбуке то есть пожалуйста то есть любые социальные сервисы позволяют создать свою страницу и когда ко мне обращаются компания о том что вот Виталий помогите нам сделать такой сайт несколько 10 лет назад я увлекся разработкой сайтов и то есть часто с подобными вопросами обращаются сайтов сегодня зачем тратить огромные ресурсы для того чтобы создавать проект когда уже есть куча готовых шаблонов по которым вы можете просто наполнять контентом а ведь важен именно контент до которым приходят и обучаемые и важен тот контент который вам будет упрощать проведение ваших занятий именно важен контент поэтому пользуйтесь готовыми инструментами на фейсбуке о Вячеслав Александрович приветствую то есть пользуйтесь этими инструментами видите эти странички как классно да то есть я сегодня знакомые встречаю знакомые лица и узнаю что у них есть вот такие персональные страницы поэтому классно поэтому здорово вот Наталья Петровна прислала что у нее Moodle Cloud да здесь ага и дополнительный идет да вот я могу сразу видеть на какой платформе сделан какой-то образовательный ресурс то есть цель сегодняшнего вебинара заключается в том что есть шикарные сервисы к примеру Moodle это платформа для дистанционного обучения которая имеет массу настройка там можно делать ну делать такие чудеса что даже создатели этой системы не могут представить почему потому что эта система модульная где можно интегрировать какие-то модули брать данные которые ты получаешь в результате тестирования обрабатывать эти данные визуализировать и как хочешь публиковать то есть система сейчас масса но для того чтобы научиться пользоваться этой системой часто преподавателю требуется уделить достаточно времени то есть к примеру дождаться какого-то летнего отпуска когда он не будет загружен всей этой работой и спокойно сесть изучить какие есть кнопочки а потом приходит следующее лето появляется новая какая-то платформа и он снова тратится время но я считаю что платформа посвященная дистанционному обучению сама должна быть обучающей платформы и поэтому если вы заходите на эту платформу она сам с помощью интерактивных подсказок вам должна делать делать рекомендацию они могут быть как и голосом как всплывающими окошками как и последовательностью действий короткими видеоуроками но должна сама быть обучающей то есть если кто-то рассказывает о том как создавать игры и мотает слайды не сделав этой игры это значит человек не умеет создавать игры так так же и здесь то есть у меня создана масса вот этих вот сервисов которые позволяют изучать различные инструменты наводили свой проект я подготавливаю и через несколько месяцев я познакомлю он будет настолько интерактивным что любой преподаватель без каких-то компьютерных знаний сможет пойти и получить какую-то помощь для проведения своего занятия как в аудитории так и в режиме реального времени онлайн то есть находясь на расстоянии дистанционно поэтому этот сервис скоро заработает если есть у кого-то пожелание что вот мы сейчас пользуемся такой-то платформы такими-то инструментами но они нас не устраивают потому что и перечислить эти пункты я постараюсь добавить потому что я хочу сделать систему настолько надежной как автопилот в самолете который позволяет либо брать управление на себя либо запускать машину и она будет двигаться к назначенной цели а в это время преподаватель может освободившееся время выделить как раз для живого обучения со студентами то есть основная цель заключается в том что сейчас преподаватели очень много тратят времени сил ресурсов на то сколько у них ресурсов и сил тратить на то что могут выполнять систему автоматически то есть вы зашли начинаете проводить а система сама осознала слово которое вы произнесли сразу включила на основе вашего вашей фразы то есть к примеру вы говорите привет дорогие ученики сегодня мы с вами будем изучать логарифмическую функцию а на заднем плане проектор вам в аудитории сразу высвечивает эту тему и пошел а то преподаватель приходится зайти включить на компьютере презентацию и мотать эти слайды нет все слайды все презентации должны включаться автоматически если вы потратили время на подготовку то есть либо делайте чтобы это включалось в назначенное время либо делайте так чтобы на основе правил вам все это включалось поэтому пока следите к примеру на моем сервисе анонсы можете кстати зарегистрироваться и тогда вы будете первые кто протестирует уже новую платформу которую я собираюсь сначала сделать для преподавателей математики и информатики ну а после предоставить свободное плавание и аналогично мудлу система будет расширяться дополняться различными модулями которые необходимы то есть если у вас есть какие-то свои курсы на мудле система будет автоматически подгружать то есть есть технологии LTE это технологии которые смогут все ваши наработки из одной системы дистанционного обучения которая поддерживает формат формат подкачивает подтягивает другую то есть если у кого-то что-то уже создано то все эти данные они будут подгружаться автоматически так что создавайте где хотите где вам удобнее где привыкли где чему научились а остальные сервисы которые будут изобретаться они уже будут стараться чтобы сделать вашу жизнь проще интереснее и так далее потому что существующие сервисы меня очень сильно конечно ты заходишь и начинаешь захлевываться в ту информацию которая поступает а модель адаптивности они даже не закладывают а если мы возьмем мобильный телефон посмотрим как организован организован рекомендательный систем у Яндекс.Музыки мы видим что буквально одну-дву песенки ты вбил в поиск а все остальные песенки которые ты желаешь которую она подберет тебе автоматически так же и здесь преподаватель должен делать акцент на предмете а система будет на заднем фоне помогать высвечивать то есть если он сказал сегодня вот для этой темы вам необходима таблица производных то есть я еще сегодня многие говорят типа загуглите и студенты сами находят эти таблички и пользуются ими изучают то уже система будет автоматически подхватывать и посылать им эти задания поэтому вот следующий проект здесь я его и анонсировал то есть я запущу где-то в середине лета и вы увидите как эта система действительно работает этот кстати проект я представил сейчас на международный конкурс и сегодня пригласил участников этого конкурса на сегодняшнее мероприятие поэтому международный конкурс поэтому сейчас кстати скину ссылочку где я первый раз представлю прототип этого проекта это на международном конкурсе учимся учить Евразийская Ассоциация Педагогических Университетов запустила этот конкурс и как бы я хочу сказать спасибо потому что этот проект я подготавливал более 5 лет и на конференции помню в Питере когда мне спросили Виталик когда вы нам все-таки подготовиться я пообещал 3 года на его создание ушло 5 лет так что сейчас пока вы ничего не увидите это просто выглядит как обычный веб-сайт на котором есть различные видео уроки и так далее и потом вопрос от Натальи Петровны психологов принимайте Наталья Петровна не то что принимаем они нам катастрофически необходимы потому что только благодаря психологии мы можем делать наше обучение персонализованным то есть только благодаря тому что мы выясним что интересно нашему обучению мы можем спортировать дальнейшую платформу и выстроить дальнейшее обучение но для этого психологи должны работать совместно с математиками чтобы те элементы которые позволяют увлечь обучение мы могли добавить им какие-то весовые коэффициенты видео цифры а потом эти весовые коэффициенты мы будем уже применять для того чтобы вести обучение по той или иной образовательной траектории усчитывать его карту знаний для того чтобы его карта знаний расширялась последовательно и обучение становилось интересным и увлекательным потому что очень много собрано различных траекторий и эти траектории когда к примеру один курс подходит вот такой группе обучаем в таком психотипе он не подойдет уже совсем другой группе или возрастной категории поэтому здесь очень много работы но это мы с вами свяжемся тогда в июне в июне мне напомните и там я буду подбирать команду увлеченных преподавателей которые будут которые которым будет интересно принять участие в данном проекте хорошо то есть ну это о том что будет и к чему мы идем пока в недалекой перспективе но дальше я тут конечно сделал акцент на том что современная система дистанционного обучения классно сделана то есть вот у меня есть система на мудле то есть это я просто к своему проекту добавляя определенные я использую это классно канал на ютубе я вам показал как запускать трансляции я вам показал по систематизации видеороликов на ютубе то есть есть определенная ссылочка это ссылочка с плейлистами вы заходите именно на вкладочку плейлисты и кнопочка настройки плейлиста видите настройки плейлиста я что-то не закрыл страницу и так маленькая ваша презентация здесь настройки плейлиста поэтому заходите на свой канал на ютубе делайте настройки плейлиста но друзья мои дорогие то есть эти фишки все можно делать но разрабатывая новая платформа данный функционал будет работать автоматически и то есть если современный преподаватель желает дойти до того уровня до того или овладеть теми технологиями которые помогают к примеру мне то нужно потратить значительную часть времени но это время конечно оно замечательное ты каждый день знакомишься с новыми инструментами они тебе помогают они делают твою деятельность лучше эффективнее результативнее ты создаешь и все создаешь новый инструмент и поэтому я говорю что если у вас есть какие-то свои персональные страницы продолжайте их развивать дополнять и только благодаря взаимодействию мы можем сделать какую-то динамическую платформу для голосования что к примеру созваниваемся с помощью этой платформы к примеру анализировали как скайп со времен новая версия скайпа может распознавать голос и вот эти голос могут распознавать сейчас не только системы которые встроены в окей гугл это это сервисы которые сейчас уже доступны небольшим фирмам компаний и могут создавать различные образовательные сервисы эти образовательные сервисы будут работать ну так же эффективно как любое устройство которое у вас работает на автомате да то есть чтобы пользоваться микроволновкой вам не надо проходить годичный курс вам просто достаточно нажимать кнопку и она включается автоматически так и здесь все эти сервисы будут работать то есть там Microsoft они вообще давно отстранились и говорят вот люди должны пользоваться взаимодействовать и так далее здесь я показываю что есть различные сервисы TeamViewer различные сервисы удален на рабочий стол как можно созваниваться по Viber ну это здесь такие вещи то есть кто-то пользуется Zoom да классная платформа для проведения конференции запишет все войдет классно и они предоставляют свой API тоже чтобы можно было пользоваться преподавателем система тестирована вот акцент делали здесь я сделал небольшую ссылочку на то когда если кто-то пользуется сервисом по ну всем известным решением да вот то есть система потом подсвечивает те задания которые сделал которые не сделал и вы можете потом принимать решение о том но система сделана скудно вы всегда должны ожидаться с окончанием тестирования мне конечно вот симпатизирует help.egg сервис да здесь вы можете в режиме реального времени видеть статистику по всем обучаемым да и как бы каждый обучаемый делает какое-то задание то есть когда вы запускаете в классе вы дожидаетесь окончания к примеру контроля работы и вы потом проверяете а ведь для достижения эффекта вам необходимо вовремя вмешаться в образовательный процесс чтобы вовремя предотвратить ошибку обучаемых если кто-то тратит много времени да используя вот этот сервис для учителей вы можете сделать занятия да уже выявлять ошибки обучаемых в результате проведения самого занятия а здесь я смотрите сделал акцент вот то что первая строчка в заявленном теме сегодняшнего мероприятия было по именно по созданию тестовых заданий по уровню обучаемых да я ну уже около 9 лет работаю в режиме онлайн да провожу занятия и за эти годы я такой сравнительной педагогикой смог заняться да я столько проводил занятия для наших соотечественников которые оказались в разных странах им нужна помощь так как не было там русских школ а программу надо было осваивать из-за того что преподавать сами родители находились в этой стране и мне нравится вот платформа по генерации тестовых заданий по уровню знания обучаемых я нашел это и Excel платформа это американская платформа если кто-то знает что существует такая же российская платформа то друзья делитесь ссылками да и это это сложная работа то есть подобная работа как бы я занимаюсь но одному это делать очень сложно здесь необходим большой коллектив индивидуальных преподавателей которые уже знают знают различные типы личности наших обучаемых и они знают что при выполнении знают великолепно свою дисциплину и знают что допустим не освоив четко определенную определенную область ты не имеешь права переходить изучение следующего то есть простыми словами математики как говорят то есть в математике все есть число мы складываем числа а потом говорим что вот когда мы складываем одно и то же это действие называется умножение и поэтому неразумно человеку учить умножение если он не научился еще складывать и дальше математика развивается все так лет работу которую делаю я просто выявляю в какой момент обучаемый откололся то есть где он понял либо теорию пифагора и мы его в седьмой класс либо разложение рациональных функций на множители и тогда я его уже девятый класс начинаю я выявляю эти пробелы и дальше веду обучаемый делаю его процесс обучения интересным увлекательным и так далее поэтому вот эта платформа она конечно классно я сделал автоматический перевод до этой платформы то есть здесь комплексная программа то есть мы видим здесь перевод здесь иммерсивное лучше так и переводить но не погружение но адаптивное обучение вам знакомо наверх такая фраза вот и они конечно делают очень классно вот доступна хорошая аналитика то есть у нас ребята я знаю степи как делают платформу там тоже можно создавать адаптивные курсы но простом преподавателю конечно это очень накладно поэтому для создания какого-то качественного курса необходима большая группа большая группа и специалистов по педагогическому дизайну специалистов большая группа преподавателей менторов курса и так далее поэтому для индивидуальных преподавателей я конечно всегда рекомендую использовать какие-то готовые системы которые упрощают вашу жизнь и этих систем будет очень много появляться пусть они конкурируют пусть они как-то между собой ведут войны для того чтобы сделать вашу работу более увлекательной и интересной ну что я так немножечко задержался планировал где-то час поработать поэтому если кому-то станет интересно я всегда на связи пишите да и если какие-то появились вспышки для дальнейшего взаимодействия то пишите что необходимо сделать что необходимо разработать потому что то что я планирую создать должно работать в системке в системе индивидуального преподавателя автоматически чтобы и он и обучаемые могли погружаться в мир компьютерных технологий да и не думать о том что им надо вот в определенный момент нажать кнопочку потом включить потом делать и так далее то есть я хочу чтобы как привык преподаватель работать вот большинство у меня просто преподаватели делятся на две категории это те кто старше меня и те кто младше меня те кто старше меня и вообще сложно они думают что это что-то ужасное что компьютер это какой-то калькулятор который будет в который надо все правильно вводить и те та аудитория которые младше вот те преподаватели которые молодые они понимают все волшебство которое сейчас приходят и они действительно могут быть волшебниками поэтому я конечно не волшебник я только учусь и поэтому те кто учится быть такими волшебниками я приглашаю тоже осваивать этот мир поэтому на сегодня я тогда с вашего позволения буду заканчивать немножечко помотая слайда немножечко поговорю вот это а вы тогда кто желает задавать вопросы да кстати по поводу данных технологий то есть я проводил директ аккадемия курс для дистанционных преподавателей сейчас конечно я занят разработкой этой системы и я понял после этого курса что многим преподавателям конечно сложно освоить создание своего сайта публикации его на своем собственном домене да и необходимо это делать автоматически да то есть я вам сейчас тогда скину ссылочку на курс по ссылочку и в конце этой ссылочки там будет формушка и поэтому просто внесите свои данные да и когда вот эта платформа которую я разрабатываю будет уже хотя бы иметь свой прототип да то есть как когда вам не нужно будет заходить в нее и обучаться а когда вы просто в нее зайдете и платформа учитывая ваши интересы вам предоставят какие-то сервисы рекомендации для проведения дальнейших занятий я тогда вас так внесу первый список тех кто протестирует этот новый инструмент ну я бы его назвал бы таким революционным но это не раньше чем через два месяца я вам могу обещать первые какие-то версии но заполняйте смело я тогда учту и просто пометочку сделайте выбирать вебинар там май 2019 чтобы я понял что это сегодняшние слушатели и я сдержал обещание в режиме бесплатного тестового доступа предоставил возможность использовать данную систему ну все здесь я как бы мотаю о том как создавать курсы на степике то есть классная система пожалуйста то есть тоже экономит массу времени то есть если вы один раз потратите запомните туда мультимедиа кто-то спрашивал подходит ли плейлисты для обучения не это все неэффективно а если вы эти плейлисты засунете в эту систему а между ними ставите текст и задачки для решения тогда все классно она работает и там создание адаптивных курсов тоже заложено и вы можете говорить то есть если ученик сделал правильное задание он перепрыгивает на следующий уровень если нет десяток выдается аналогично также делается очень легко но это все надо делать поэтому учите сделайте а те кто не хочет учиться ждите скоро система будет работать в автоматическом режиме но все с вашего позволения я буду заканчивать то есть Продолжение следует...